МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Очередная коммунальная авария в Барнауле. Первыми о ней в соцсетях сообщили очевидцы. Речь идет об элитном районе Краевой столицы на Зминогорском тракте. Вот в таком виде там сегодня застали свои автомобили некоторые владельцы. Благо, температура оказалась не такой низкой и удалось вырваться из водного капкана. Правда, как написали в глобальной сети, добираться до машин пришлось едва ли не в резиновых сапогах. Примечательно, что коммунальщиков на месте аварии пока не видно и неизвестно, когда же порыв будет устранен. Последствия разрушительного весеннего паводка до сих пор ощущают на себе жители нескольких сел Солонешинского района. Так в райцентре люди до сих пор остаются без полноценных речных переправ, которые пострадали от разгула стихии весной этого года. Вот такой мост у нас замечательный сделан в Солонешинском районе после паводка для грузовых машин. По этому мосту ездит школьный автобус, возит деток. Вот этот мост у нас временный, как было, так и есть, хотя обещали, что в течение месяца мост будет другой. То ли щебнем, то ли чем-то непонятным. Временная ненадежная конструкция вместо обещанного капитального строения соединяет две части села Солонешное. Трубы просто засыпали щебнем. По словам местных, в метели при гололёде ездит по нему страшно и даже опасно для жизни. К слову, подобная ситуация сложилась и в селе Сибирячихо. Краевые депутаты вернутся к обсуждению бюджета региона, который ранее был одобрен в первом чтении. Накануне парламентарии проголосовали за увеличение главного финансового документа на 2019 год. С учетом изменений бюджет региона составит больше 100 миллиардов рублей. Работникам бюджетной сферы и муниципалитетам края запланировали большие расходы. 500 миллионов рублей на краевых учреждениях и увеличенные субсидии муниципалитетов, поскольку у нас существенно часть полномочий реализуется на муниципальном уровне. Дотация на сбалансированность, которая не была в первом чтении, и субсидии, которые у нас были 500 миллионов рублей, сегодня не составят миллиард. То есть это на заработную плату в муниципальных учреждениях. Но главное изменение проекта – плюс почти 10 миллиардов рублей, почти вся сумма дотации с федерального бюджета. Значительно увеличена выплата по третьему ребенку, средства на программу комфортной городской среды, а также ремонт дорог. Специалисты Дорожный фонд предлагают рассчитывать по-новому. Этот критерий качества покрытия учтен, что представляется достаточно логичным, с учетом того, что содержать дорогу, усовершенствованным покрытием, существенно дороже, нежели бунтовую. Некоторые участники разкритиковали такой подход, а другие остались недовольны участью Рубцовска. Вот безопасные и качественные дороги распределения межбюджетных трансферов. Есть города Барномбийск и Новоалтайск, а города Рубцовска вообще нет. Как пояснили разработчики, власти Рубцовска не подготовили вовремя необходимые документы. Но этот город, как и другие в крае, в 2019-м ожидает большее поступление с акцизов. Однако большее число муниципалитетов, 43 района и 7 городов, перейдет в разряд дотационных. Итого, консолидированный бюджет края – 118 миллиардов рублей. Но ждут ли его новые корректировки, станет известно в конце ноября. Тогда пройдет очередная сессия ЗАГС-собрания. Анастасия Дорога, Николай Шелков. Наши новости. Сегодня в календаре Международный день недоношенного ребенка. В Алтайском крае каждый год около 6% детей появляются на свет раньше срока. Эта цифра соответствует общероссийской статистике. Сейчас врачи-неанатологи могут выходить ребенка, который при рождении весил менее 500 граммов. Еще пару десятков лет назад такое было невозможно. Конечно, во многом выжить малышам удается благодаря новой современной аппаратуре. Но и пристальное внимание со стороны медперсонала тоже имеет значение. По словам врачей, недоношенные дети в дальнейшем практически ничем не отличаются от обычных. Кстати, сегодня в Краевой клинической больнице в гости к врачам придут мамы со своими повзрослевшими детьми, которые родились недоношенными в разных городах края. И сегодня же о выхаживании таких малышей мы будем говорить в нашей студии в рамках программы «Наше время». 17 ноября на Алтае начнется зимний сезон. В Барнауле в Центральном парке заработает первый ледовый каток. Время посещения с 10 утра до 19 вечера все дни недели, кроме понедельника. Стоимость проката коньков прежняя – 90 рублей в час, а своими дешевле – 80 рублей в день. Официальное открытие площадки запланировано на 2 декабря. Барнаульские чиновники обещают, что этой зимой гаражей не смогут посетить 19 катков, 30 хоккейных коробок и 21 лыжную базу. И уже на следующей неделе ледовые катки должны заработать в ряде других городов и районов края. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – туристическая компания «Авиафлот». Забронируй новогоднюю сказку с компанией «Авиафлот Туры» в любую точку мира. Забронируй новогоднюю сказку в «Авиафлот». Специальные предложения по турам в любую точку мира. 226666. Сайт авиафлот.ру Крайпеременная облачность. В большинстве районов снег. Минус 6 в Заринске и Тальменке. Около 8 градусов мороза. В Олейске и Белокурихе. В Барнауле минус 6 снег и западный умеренный ветер. А я напоминаю, телефон редакции Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok